друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка пока мои зрители пишут о том что скоро выйдет уралочка потому что ей надо теперь срочно зарабатывать на машинку для своего сафарика а зрители уралочки советуют нам с вами закрыть рты мол уралочки траур согласитесь вообще не странные люди вот эти хомяки уралочки да они решили рты закрывать не только на канале уралочки но еще и на канале обзорщиков да такие молодцы так вот пока вот эти хомяки уралочки орут о том что уралочки траур сама уралочка уже ребят вовсю работает на ютубе да да вы не ослышались она трудится буквально не жалея живота своего честно когда я это обнаружила я просто была в шоке я больше скажу я так понимаю что она этот youtube и не бросала с того момента когда узнала о том что не стала ее мама ну что ж как говорится обо всем по порядку пока я тут названивала значит по больницам искала телефон вот этой коронавирусной больницы в которой лежала мама уралочки дабы провести свое собственное мини расследование узнать насколько же легко туда дозвониться оказалось просто проще паренной репы о чем я и предполагала потому что я тоже в свое время лежала в коронавирусной больнице я знаю эту всю ситуацию изнутри как ни крути кто не смотрел обязательно посмотрите мой сегодняшний ролик про вот эту вот ситуацию под названием сенсация они они не смогли а я дозвонилась за 2200 километров и вот я зашла к ним сегодня после того как выложила этот свой ролик я зашла куралочки с сафаркой которые находятся ну в глубочайшем трауре как говорят их вот эти вот хомяки да и обнаружила друзья мои что оказывается да они не выкладывают видосы там где они выкладывают их всегда они выкладывают свои видосы старые видосы с участием мамы у себя в сообществе есть раздел сообщества у них на канале вот заходите и за два дня они выложили там целых три ролика друзья мои именно с участием мамы уралочки да да в общем естественно люди эти ролики там же смотрят и понятное дело все это монеты капают деньги какой то есть все денежки они не теряют работают они так понимаю вообще и ничего они абсолютно не потеряли то есть получается что люди даже не сделали никакого перерыва то есть по сути люди стали спекулировать на теме смерти своей мамы да по идее что мешало этим людям выкладывать эти ролики тогда когда мама была жива что мешало им говорить о маме пока мама была жива ну правильно с другой стороны кому это было особо интересно а вот сейчас как раз таки тема буквально горячий пирожок для них поэтому все кто кричал все кто хомяки уралочки кричал о том что хайпуют на смерти так вот учтите хайпуют на смерти ваша уралочка именно ваша уралочка с сафариком хайпуют на смерти мамы да вместо того чтобы звонить у них времени не было зато у них сейчас есть время да есть время не трауром заниматься а выкладывать ролики сообществе мне конечно уже тоже написали ребят мне там тоже наваляли по полной программе как обычно по поводу того что вы что не понимаете смерть смертью а это работа я вам хочу сказать как человек который имеет два канала на ю тубе да я могу вам сказать точно я могу одна сама самостоятельно заниматься этими каналами и не нужен для этого второй человек уралочка может сама всем этим заниматься а сафарка может идти и работать как делают это все мужчины но видимо видимо как то хочется им вдвоем сидеть как говорится за этим большим караваем да и ничего в принципе не делать вы знаете просто вот ситуация для сравнения мне знакомая девушка у которой умер отец и у нее тоже есть канал на ю тубе и а в свое время когда вот у нее вот это вот горе произошло она ушла а просто ну как бы сделала до своим зрителям знак о том что не знает когда вернется не знает в общем и так далее я не было где-то недели три или четыре и когда она вернулась она мне потом написала на сказала я не хотела вообще ничего вот настолько было человеку плохо потому что она действительно любила своего отца она говорит я его потерял она говорит мне не хотелось вообще ничего я даже в социальные сети я даже на youtube не заходила я не то что говорит ничего не снимала я даже ничего не читала и здесь сразу четко видно что человек действительно переживал мне вчера моя давняя подписчица написала что когда у нее умер близкий человек она говорит мне жить не хотелось и я в это верю ребят абсолютно а здесь я не вижу абсолютно ничего только желание хайпануть на этой теме самой же урал очка и сафариком и желание заработать как можно больше монет в общем да как то так ну что ж друзья мои выложили они все вот эти вот старые ролики с мамой на своем канале в сообществе а я так понимаю что возможно скорее всего выкладывает не она выкладывает даже сафарик но понятно он это делает с ее разрешение естественно это их совместный канал это их детище потому что один ролик а вот с участием ее мамы был подписан мы у маме да не у мамы а мы у маме видимо писал как раз таки вот этот сафарик мы у маме да но это даже не самое главное еще на одном из каналов название сразу говорю я озвучивать не буду не буду делать этому каналу рекламу потому да был выложен ролик в поддержку уралочки в стихах мол так и так люди ни в чем не виноваты не судите того было написано кто не виноват и много восклицательных знаков видимо для этой женщины которая проживает на территории россии непонятно в чем же провинились в новогоднюю ночь уралочка сафар а также все их гости которые пришли к ним в гости да видимо эта женщина не понимает не видит в этом ничего плохого наверное у нее ни деды ни прадеда никто не воевал никто кровь не проливал видимо для нее это в порядке вещей ну что ж она вот в стихах выложила поддержку да считая что действительно уралочка с сафариком не виноваты видимо она считает что в том что произошло в новогоднюю ночь в этом виноваты конечно же кто понятное дело конечно же хейтеры хейтеры их подбили на это хейтеры все сделали как всегда во всем виноваты хейтеры вот что самое интересное ребят вот этот ролик у этой женщины в стихах был выложен четыре дня тому назад заметьте то есть не знаю то ли возможно они договорились что она будет их поддерживать да в стихах то ли еще что то или то ли это было просто спонтанно поддержать уралочку не знаю мне это даже вообще абсолютно не интересно но что самое интересное в закрепленных комментариях у этой хозяйки канала уралочкин комментарий писала непосредственно не сафарка писала уралочка потому что написано более-менее грамотно да по сравнению с сафаркой то есть получается четыре дня назад выходит вот этот ролик в их поддержку в стихах это получается у нас было восьмое восьмое когда восьмое января когда уралочка бросилась искать таки свою маму найти не могла телефон найти не могла ничего не сплемянница найти не могли зато какой-то мелкий мелкий канал на ютубе который вдруг ни с того ни с сего решил ее поддержать в стихах она представляете обнаружила ребят я в шоке да ну ладно я его сегодня обнаружила потому что он меня выскочил в поисковике когда там долго долго копалась набирала но ты-то говорила о том я про уралочку что ты искала телефон больнице ты не могла найти свою маму то есть тебе было вот до всех вот этих вот каналов да так вот и четыре же дня назад то есть когда был выложен ролик вот этой женщины стихах и тут же она закрепила комментарий уралочки да уралочка смогла да и написала написала спасибо за поддержку если вам нужна будет наша помощь мы вам обязательно поможем да то есть найти номер телефона больницы они не могут дозвониться они не могут а вот найти какие-то ролики на ютубе они могут написать хейтером они могут в общем да угрожать они могут писать под левыми никами гадости они тоже могут ребят оказывается они могут абсолютно все но только не то что касалось ее мама вот здесь они действительно не могут да так что ж друзья друзья мои в общем в принципе знаете еще раз хочу сказать а вот этим вот хомячка хватит не говорите нам о том что уралочки траур а видимо сама уралочка забыла и вы и забыли напомнить что траур как раз таки не у нас траур уралочки поэтому вы своей уралочки напомните о том что ты в трауре посиди хотя бы немножко да не бегая по каналам и не написывая не выкладывая разные видосы ребят здесь действительно смешно а то получается они забыли они забыли продолжают выкладывать старые ролики о маме спекулируя на этой теме но выкладывают правда так думают в сообщество никто из врагов не зайдет ну 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 а хомяки уралочки просто поражает меня своим постоянством ребят вы знаете вот просто вместо того чтобы вправлять мозги до своей хозяйки канала они запугивают нас опять же бумерангами кричат нам о том что мы завидуем счастью уралочки и такому прекрасному мужчине да ну то есть получается вообще если они говорят про бумеранги и пугают нас бумерангами то есть для них смерть человека это оказывается бумеранг ребят вы знаете когда я вообще выложила первый свой ролик относительно смерти ее мамы да когда вот это все случилось я сразу попросила своих зрителей не говорить о бумеранге и спасибо большое моим зрителям да никто на эту тему не заговорил потому что люди все адекватные люди все прекрасно понимают что свет смерть это неизбежность но вот эти обожатели уралки они видимо считают что они а также их близкие это вот просто знаете бессмертные люди да а все остальные кто умирает это конечно же им пришел бумеранг в общем как говорится маразм крепчал ну а еще хочу знаете обратиться к тем людям которые пишут будьте пожалуйста интеллигентнее интеллигентнее да куда уж интеллигентнее еще хочу сказать мое воспитание так заканчиваются ровно там где начинается ваше хамство да еще такой момент если вы хотите культуры интеллигенции идите на канал культуры не надо прибегать от уралочки делать вид что вы не знаете уралочку пришли просто высказать мне вот от нечего делать и когда вам будут грозить тем что вам выбьют зубы вместе с кровью я посмотрю где будет ваша интеллигентность уверена вы они тут же забудете чем ребят вот такой у меня получился обзор да и кстати сегодня мне в комментариях написали что ты там повторяла несколько раз по поводу того что дозвониться очень легко так повторяла для дураков которым не понять с первого раза а потом я поняла неправильно написала одна девушка галь ты говорит можешь им хоть 100 хоть 200 раз повторить они если не хотят услышать они действительно не услышат и да действительно хомяки уралочки не услышат но не могут же они признать тот факт что уралочка просто плюнула на свою маму да как то так ребят вот так у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока